Футуризм Факты его встречают. И с той стороны тоже существуют футуристы. Я имею ввиду Россию. Кто-то ждет его с распростертыми объятиями, а кто-то готовит такую встречу, что ой-ой-ой. Обо всем этом я сейчас расскажу. Но ведь тут любопытная вещь происходит. Я обещал рассказать, добраться в конце концов до альбома, который записал Слава, Гнойна, КПСС, который так вот и называется «Солнце мертвое». И казалось бы, ну что было проще взять и начать рассказывать об этом альбоме, благо просьб поступило очень много, отзовитесь, ваше мнение и так далее. И честно признаюсь, сегодня я бы уже мог это сделать, поскольку я его послушал и составил о нем какое-то представление. Но не стану сегодня об этом альбоме ничего говорить по очень простой причине. Для меня любое явление существует, ну не в пустоте. Оно почему-то возникает. Почему-то человек садится за стол, сочиняет стихи, пишет роман, художник подходит к мольберту, и зачем-то рисует картину, а композитор садится за пианино или за какой-то другой инструмент и сочиняет музыку. И ведь странный, казалось бы, вопрос, но тем не менее попробую его все-таки задать. А почему люди это делают? Ну, казалось бы, да, сколько книг уже написано, сколько картин нарисовано, сколько музыки успели люди насочинять. Ведь всего, что уже существует, ни прочитать, ни посмотреть, ни прослушать уже в принципе невозможно. А тем не менее, вот находятся индивиды, которые продолжают писать, сочинять, играть, петь. И еще один вопрос. Не стану на него отвечать, но сформулирую. Кому это больше нужно? Тем, кто все это вот сочиняет, создает, или тем, кто приходит в зал или в музей, или там садится у экрана телевизора, компьютера и все это слушает? Я, честно скажу, не знаю просто ответа на этот вопрос. Знаю только одно. Если бы это все прекратилось, то, наверное, наша цивилизация просто бы замерла. И мы бы перестали эволюционировать, как существа мыслящие, чего-то ищущие и так далее. И поэтому, видите, я так долго и обстоятельно рассказываю о футуризме, о маринете, а сейчас вот начну говорить о русских футуристах. Потому что для меня все это предтеча. Предтеча не только того, что сделала Слава, а массы других вещей. Я даже, видите, плейлист свой так и назвал. От футуризма к русскому рэпу. Ну, я там написал от итальянского футуризма. Но это дело тут можно спорить и возражать. Но никуда не денешься. Все-таки там, в Италии, он появился, ну, чисто хронологически раньше, чем в России. Меня тут забросали постами на предмет того, что итальянский футуризм и русский, ну, никак между собой не связаны. Даже совет такой поступил, чтобы я вот получше ознакомился с материалом. А то, дескать, то, что я говорю, это, ну, глупости, наверное, надо так понимать. А ведь я вам рассказывал о меметике. Конечно, в те времена, когда Маринетти создавал свой футуризм, когда приезжал в Россию, никто понятия не имел о том, что существует такая же штука, как вот генетика, какие-то гены, мемы и так далее. Но ведь не зря я обо всем этом говорил. И сегодня мы, вроде бы, как вооруженные этими знаниями, можем на многие вещи посмотреть иначе. Ведь мем, в конце концов, начинает жить своей самостоятельной жизнью. Он вот перемещается из головы в голову, перемещается в пространстве. Ему наплевать там на страны, континенты и на прочие вещи. И когда я просто вот оглядываюсь назад и уже держа в голове, что существует такая вещь, как мем, то для меня просто очевидно, что вот этот мем вот и совершил такое путешествие. Я сейчас не буду повторять то, что рассказывал там, когда говорил о меметике. Я достаточно много времени уделил рассказу о ней. И я очень надеюсь, что те, кто меня сейчас слушают, читали хотя бы Докинза. А если не читали Докинза, то послушали мою интерпретацию того, что он написал. Но не отталкиваясь от всего этого, просто массу вещей, о которых я заговорю дальше, ну, трудно будет понять. Ведь еще какая вещь произошла. Я не случайно упомянул мемы. Слава назвал свой альбом «Солнце мертвых». Я не знаю, читал он или нет книгу Шмелева, которая так и называлась «Солнце мертвых». Написана она, правда, была не тогда, когда Маринетти приезжал в Россию, а значительно позже, в 23-м году, уже после Октябрьской революции и так далее. Но совпадение названий – это случайность или нет? А когда мы с вами пойдем чуть-чуть дальше, то я расскажу вам о такой еще вещи, что вот футуристы, русские футуристы, Алексей Крученых и Михаил Макюшин сочинили оперу, вот такую футуристическую оперу, которая тоже интересно называлась «Победа над солнцем». Один из моих оппонентов, который написал мне один из постов, даже не один, но неважно, написал, даже там обронил такую фразу, что, дескать, для Славы Крученых – это вот нечто, от чего он отталкивался. И когда, дескать, я рассуждаю о том, что делал Слава, а речь шла об Акли с Мироном, то я не беру в расчет вот этого момента, что для Славы Крученых – это очень серьезная, важная величина. Ну, и так далее, и так далее. Не хочу повторяться, я уже в ответах на вопросы говорил об этом. Так может быть, когда свой альбом Слава назвал «Солнце мертвых» и эту оперу он имел в виду? Опять же, не знаю. Тут можно строить те или иные догадки, но давайте я вернусь к своей теме, которую, видите, позволил себе ненадолго прервать таким отступлением. И так, все-таки, Баринетти, создатель итальянского футуризма, едет в Россию. Едет не потому, что ему захотелось, хотя, наверное, и захотелось тоже, а потому, что его пригласил художник-футурист Николай Кульбин. Я, кстати, в предыдущем ролике назвал этого Николая Кульбина, но оговорился. Я сказал не так, я сказал Николай Кулибин. Кульбин, так правильно звучит его фамилия. Ну, видите, переписывал, перепечатывал, переносил на компьютер выдержки из того материала, который готовил, и описался. Вот потом все-таки проверил и увидел, что написал его фамилию неправильно. Ну, как говорится, от ошибок не уйдешь, надо только всегда их исправлять, во всяком случае, когда замечаешь. И когда вы мне пишете, что я что-то сказал неверно, поверьте, я отношусь к этому с очень большим вниманием и всегда проверяю. Действительно я оговорился, действительно допустил неточность, или тот, кто мне подает совет, ошибся, и так тоже бывает. Так, ладно, Кульбин. И об этом Кульбине я скажу всего несколько слов. Ну, это действительно очень интересная фигура. Ну, я уже сказал, что он был идеологом футуризма. Я не хочу говорить, что он там был самой главной, ведущей фигурой. Он вообще человек любопытный. Он сделал совершенно другую карьеру. Он был врачом, военным врачом. Он даже какие-то там статусы получал. То есть, делал человек карьеру. И вдруг, где-то в возрасте 30 с небольшим лет, вот его вдруг потянуло рисовать. Странная, да, вещь. И человек забрасывает карьеру, забрасывает всё, становится художником и рисует вот в новом ключе, в новом стиле. А почему я сказал, что он футурист? Дело в том, что футуризм, ну, как-то принято думать, что это вот какое-то количество поэтов, которые стали сочинять какие-то стихи в каких-то новых совершенно формах, как-то по-новому всё это интерпретируя. Я об этом поговорю чуть-чуть подробнее дальше, когда заговорю конкретно о Кручёных, о Хлебникове и о других. Но, на самом деле, футуризм распространялся на всё искусство, вот на весь спектр искусств, какие только существовали в то время. И начало это происходить ещё в Италии и происходило в России тоже. И я всё время вот как бы акцентируюсь, Италия, Россия, ну, почему? Потому что начал рассказывать о Маринете. Но, на самом деле, аналогичные процессы, вот, вторжение такого нового взгляда на искусство, на мир, взглядов вообще на философию, на смысл жизни человека, это происходило абсолютно везде. Это происходило и в Европе, происходило в том же Париже, происходило в массе других мест. Но, как говорится, объять необъятное невозможно, поэтому всё-таки буду держаться своей темой, раз уж начал с Маринетти, буду продолжать с ним. Я днюдь не считаю Маринетти каким-то большим великим поэтом, ничего подобного. Поэт он, скорее всего, никакой. Я зачитывал вам отрывки из его поэм. И, ну, что, по-моему, если бы вот сам по себе футуризм не получил никакого продолжения, то, скорее всего, личность Маринетти просто бы забыли. Хотя вот в те времена он был фигурой, ну, невероятно известной. Даже почтовую марку выпустили, вот я вам её обязательно покажу, разыскал в интернете. Видите, это прямо отклик на его поэмы, там, со стрельбой пулемётов, всеми этими зугами, загами, как он любил пользоваться вот такими словечками. А Кульбин его зазвал именно потому, что он был не только художником, а он вообще занимался массой самых разных вещей, вернее, начал заниматься вот свои 30 с небольшим лет. И он даже написал такую работу под названием «Свободная музыка», которую издал. Это было ещё в 1909 году. То есть, видите, по времени совпадает с тем, где когда начало вот своё движение, ну, создание футуризма, можно сказать так, Маринетти. И причём издал эту брошюру сразу на нескольких языках. Ну, он был человек, который мог позволить потратить деньги на подобные вещи. Брошюра вышла на русском, немецком, французском. И там, независимо от итальянских футуристов-музыкантов, а они в Италии тоже появились, но я себе одно имя выписал в Бузоне, хотя на самом деле были и другие. Так вот, там Кульбин отрицает вот эту сложившуюся музыкальную гармонику, отрицает систему, построенную на 12 тонах. Он там начинает рассуждать о том, что существуют четверти тона, существуют восьмые тона. Он рассуждает о том, что вот, дескать, наше ухо якобы не способно воспринимать эти четверти тона и восьмые тона. Но, тем не менее, вот создается некий музыкальный фон, который все-таки мы каким-то образом воспринимаем, улавливаем и так далее. И он является, ну, даже так говорят, первооткрывателем своего рода вне темперированной музыки. Ну, видите, тут нас к Баху ведет, ведь Бах-то создавал именно ту темперированную музыку. Не буду сейчас вдаваться в рассуждение на эту тему, это уведет нас очень далеко, но просто мне хотелось показать, насколько вот широк взгляд был этого человека, Николая Кульбина. И именно этот человек приглашает в Россию Маринетти. Значит, все-таки была какая-то связь, но мог же ведь и не пригласить. И Маринетти по приглашению Николая Кульбина в 1914 году приезжает в Россию. Тут надо еще одну маленькую деталь внести. Дело в том, что Кульбин приглашал не только Маринетти, а в 1912 году по его приглашению в Россию приезжал Арнольд Шонберг. Так принято, что Шонберг является создателем атональной музыки. Ну, кстати, слово атональное он ужасно не любил. Не буду сейчас рассказывать о Шонберге. Но, несомненно, то, что пытался делать в музыке, или как пытался теоретизировать в области музыки Кульбин, и как теоретизировал, и на практике это реализовывал Шонберг, невероятно много общего. Поэтому, как говорится, Шонберга пригласил, почему не пригласить Маринетти? И вот, как я сказал, Маринетти таки приезжает в Россию, и, как я сказал, тут начинают происходить самые невероятные вещи. Поскольку, действительно, кружок русских футуристов уже сложился до момента появления Маринетти. А Маринетти воспринимал вот эту свою поездку так, что, дескать, он маэстро, человек с мировым именем, едет куда-то там, в провинцию какое-то, в какое-то отделение свое такое футуристическое, где, естественно, он должен быть королем, все должны восхищаться им и прочее. Ну, тут надо обратить внимание. Надеюсь, вы уже обратили. Из того, как я рассказывал о Маринетти, это можно было заметить. Человек, он был такой, очень высокого мнения о самом себе, с огромным таким вот честолюбием и так далее. И, конечно, он ждал вот такого поклонения. А на самом деле никакого поклонения-то не получилось. Потому что встретили его, ну, сейчас я вам начну рассказывать, и вам просто станет страшновато. То, что Маринетти смотрит на свою поездку, как вот на, как я уже сказал, посещение такой провинции, обратили внимание Бенедикт Ликшиц и Велимир Хлебников. Ну, Велимир, Виктор Хлебников, Велимир это он сам себе так назвал, но так укрепилось оно в литературе, поэтому буду пользоваться таким именем. И вот что они сделали. Мы не только не считали себя ответвлением западного футуризма, напишут они, но и не без оснований полагали, что во многом опередили наших итальянских собратьев. То есть, тоже амбиций и уверенности в себе было более чем достаточно. И, как я сказал, встретили его по-разному. Если Кульбин нарисовал портрет Маринетти, нарисовал вот в том стиле, в каком он работал, я этот портрет разыскал, и, видите, вам тоже его показываю, то Хлебников с Лившицем поступили иначе. Когда у нас была состояться первая лекция, а Маринетти приехал читать лекции, поучать российских футуристов, был снят какой-то зал, где это должно было происходить, то Хлебников с Лившицем отпечатали листовки, в которых вот и написали все то, что я вам уж отчасти процитировал, но и похуже там были вещи написаны. И стали вот ходить по этому залу и раздавать, значит, людям, мол, почитайте, вот кто такой Маринетти, что сам он по себе гроша ломаного не стоит, и вообще настоящий футуризм он не в Италии, а у нас. И вот когда Кульбин это заметил, то он стал в ярости, значит, метаться по залу, но в конце концов ему удалось поймать Лившица и отобрать у него эти листовки. Он их не просто отобрал, а вот в ярости разорвал на куски и расшвырял эти обрывки. Ну, Хлебников был половчее и, значит, от Кульбина улизнул, и его в конце концов Кульбин так и не сумел поймать. А Маринетти, ну, Маринетти – восхитительная фигура. «Я очень тронут тёплым приёмом московской публики». Так вот он напишет, ну, напишет, опубликует в одной из московских газет. «Но почему меня приветствуют почти исключительно люди, далёкие от моих воззрений? Почему русские футуристы не хотят со мной разговаривать? Враги мне аплодируют, а друзья почему-то демонстративно не ходят на мои лекции». Ну, надо отдать должное, что когда Маринетти объявился в Москве, потом он поехал в Петербург, то газеты непрерывно что-то такое печатали, помещали фотографии, там разные лицензии, отзывы появлялись и так далее. Поэтому, собственно, вот я оттуда и черпал свой материал. Ну, с очевидцами, как вы понимаете, побеседовать возможностей не было, а каких-то книг серьёзных и прочее было что-то такое. Ну, я решил ограничиться газетами, и сейчас вы увидите, что у меня получилось, на мой взгляд, достаточно неплохая компиляция. Так вот, действительно удивительная совершенно вещь. Когда он появлялся в зале, в Маринетти, ну, там сидели какие-то люди, мужчины, женщины, а ведь Маринетти был жутким шовинистом совершенно. То есть, он про женщин, помните, и в своих декларациях он писал об этом, что женщины прочь и так далее. То есть, ну, я не знаю, я не докопался до таких источников, был ли он гомосексуалистом или нет. Ну, глядя на его фотографии, глядя на то, вот, как он себя вёл, читая его высказывания и прочее, в общем-то, склоняюсь к мысли, что да, что женщины его действительно не интересовали абсолютно на всех уровнях. Ну, тут я продаю, что называют, свои домыслы, никаких вот фактических данных у меня в руках нет, и по большому счёту, это, наверное, даже и не очень важно, был он гомосексуалистом или не был. Но, когда человек себя ведёт каким-то образом, то какие-то поступки в нём бывают каким-то чем-то мотивированным. И вот его неприязнь к женскому полу для меня вот ассоциируется именно с такой его ориентацией. И что я тут могу сказать? Я уже обронил о том, что газеты непрерывно печатали, о том, что происходит, где выступает Маринетти и так далее. И вот на то, что действительно на его лекции ходят не футуристы, а ходят вот, ну, самые обычные люди, обыватели, по большому счёту, то и в газетах обратили на это внимание. Ну, после того, как Фигаро, помните, я вам говорил, в девятом году появился его манифест, то этот манифест был перепечатан в российских газетах. Ну, в такой газете, как «Вечер», была целая статья посвящена этому манифесту. Называлась статья «Наброски современности». И там были огромные цитаты из этого манифеста. И в газетах тоже обращают внимание, как так. То есть, вроде как, футуризм направлен на то, чтобы эпатировать этого обывателя. Вот этих самых женщин, которые приходят слушать маринетти, этих самых буржуа, которые погрязли вот в том старом искусстве и совершенно не способны воспринимать новое. И тем не менее, вот почему-то они на маринетти идут, а, скажем, если там Хлебников с Лившицем или кто-то ещё организует свой вечер, то туда эта публика не заявится. Туда придут именно вот поклонники вот футуризма как такового, вот всех этих новшеств и прочее. И тут ещё я хочу на одну вещь обратить внимание и задержать ваше внимание тоже. Во-первых, я уже сказал, что газеты российские публиковали выдержки из манифеста. А вот в 14-м году, как раз вот перед приездом маринетти, был такой Вадим Шершеневич, просто издаёт отдельными брошюрами вот эти самые манифесты в маринетти, чтобы российский читатель мог уже с ними познакомиться не по каким-то отрывкам, а вот увидеть, какие они есть на самом деле. И ещё в том же году, в 14-й год, я сказал, был такой Генрих Тестевена. Так он написал книгу, целую книгу, издал эту книгу, которую так и назвал «Футуризм». И в скобочках там было приписано «На пути к новому символизму». Кстати, любопытно, но футуристы без конца об этом говорили, поскольку действительно предшествовал появлению футуризма в российской литературе, в искусстве вообще символизм, с такими мэтрами символизма, как Брюсов, о котором я уже говорил, и «Млады символистов», как их называли там, типа Блока, я не буду всех перечислять, то футуристы без конца это муссировали, что мы не просто приходим на смену, они даже иногда себя называли новыми символистами. И даже вот я уже сказал, что такая книга появилась Генриха Тестевена, а вот в Киеве была опубликована брошюра Александра Закрыжевского «Рыцари безумия. Футуристы». Ну, видите, заголовки разные, один видит в этом путь к новому символизму, это у Тестевена, а Закрыжевский их считает рыцарями безумия. Ну, действительно, безумия в том, что делали футуристы, было более чем достаточно. Ну, я уже сказал, что встретили Маринетти по-разному. И успел рассказать один эпизод, как встретили его Хлебников и Лившиц, но были и другие. И самые радикальные из них не просто вот там разносили листовки, там пытались как-то сорвать эти лекции, а выступили с заявлениями, опять же появившимися в прессе, которые я сейчас вам процитирую. Ну, вот, например, накануне приезда Маринетти, «Вечернее известие», была такая газета, цитируют художнику, футуристку Наталью Гончарову, достаточно известное сегодня имя, которая на вопрос, а ей вот корреспондент, который брал у неё интервью, задал такой вопрос, вот пойдёте ли вы на лекции Маринетти, и она ответила на него вот так, «Меня этот субъект не интересует. Мы устроим ему торжественную встречу». Это уже не слова о Гончаровой, а слова её супруга, Михаила Ларионова, художника лучиста, как он себя называл или как его называли. Так вот он такое вообще заявил, «На лекцию явится всякий, кому дорог футуризм, как принцип вечного движения вперёд. И мы забросаем этого ренегата тухлыми яйцами, обольём его кислым молоком. Пусть знает, что Россия не Италия. Она умеет мстить изменникам». То есть Маринетти в их глазах, Гончарова и Ларионова, а на самом деле не только их, там их значительно больше было, кто присоединился вот к такому взгляду на Маринетти, они воспринимали его как ренегата, как изменника, как человека, отказавшегося от тех прекрасных футуристических идей, вот от движения вперёд. А в чём же был, собственно, его отказ? А они понимали этот отказ именно в том, что вот он кроме этих деклараций, кроме своих манифестов, создать-то сам лично ничего не может. Больше того, и об этом я вам рассказал в предыдущем видео, и поэтому сейчас не стану повторяться, о том, что он пошёл, пошёл с Муссолини, пошёл в Академию, то есть он стал совершать поступки, который поначалу декларировал как невозможный, то есть просто, что это есть как бы попытка пойти на поводу у масс, у толпы. А футуризм – это вызов толпе, это всегда против толпы. Толпа должна приходить в негодование, когда появляется перед ней настоящий футурист. А Маринетти, как вот считали, они пошёл на поводу у этой толпы, потому что занялся там политической карьерой и прочим. Не буду сейчас об этом. И тут надо сказать, что при всём том, что так вот и Ларионов выступил, и так выступил Гончарова, нашлись и другие. Например, Казимир Малевич. Ну, я думаю, представлять особенно не надо. А он на себя причислял к лику русских художников-футуристов, ну, как и Ларионов. И вот он такое написал, опять же, цитирую по одной из газет, «Забрасывание тухлыми яйцами, обливание кислым молоком, а также пощёчиной, на чём строят свой футуризм и популярность лучист Ларионов, принадлежат дикой толпе, к которой приобщается и он». То есть, с одной стороны, Ларионов с Гончаровой обвинили Маринетти в том, что он ренегат, что он пошёл навстречу толпе, а с другой стороны, по мысли Малевича, они сами, Гончарова и Ларионов, ведут себя, как вот эта толпа. О Малевиче тоже надо отдельно рассказывать, ибо всех надо говорить отдельно. Ну, помните, в начале своего рассказа, вот этого ролика, я упомянул оперу, которую сочинил Кручёнов и Матюша. И опера была поставлена, я потом расскажу о ней специально, отдельно, потому что это невероятно интересное было явление, и расскажу в связи вот с альбомом «Славы», о котором обещал вам тоже рассказать. А здесь я только хочу вставить такую маленькую деталь. Дело в том, что когда эта опера готовилась к постановке, то декорации, костюмы и прочее выполнял Казимир Малевич. И, собственно, эти костюмы и декорации, ну, иллюстрации о них сохранились, так что их можно отыскать. Я, когда буду рассказывать об этой опере, обязательно вам их покажу. и тот его знаменитый «Чёрный квадрат», который все знают, тут уж даже и говорить нечего. Так вот, этот «Чёрный квадрат» и родился именно в процессе работы над этой оперой. То есть, непосредственно в самой опере его там никто не представлял, этот «Чёрный квадрат», но сразу после неё Малевич написал вот эту свою самую знаменитую картину, которую сегодня знают, по-моему, просто все. Ну, надо всё-таки как-то закругляться, хотя я ещё всего не рассказал, но я не хочу, чтобы ролик получался слишком длинным, поэтому подведу сейчас такой промежуточный итог. В ежедневной московской газете, новь была я такая, была напечатана статья Кожевникова. Так она называлась, «Итальянский футуризм». И вот, что там написал этот самый Кожевников, ну, журналист, который работал в этой газете. «Согласно определению Маринетти, футуризм стремится к созданию искусства, которое отвечало бы новому, изменившемуся жизнеощущению современного человека, вызванного научными открытиями и широким мировым общением». Ну, и в скобочках он перечисляет телефон, телеграф, большая газета, синтез мирового дня и прочее. И дальше пишет. «Оптимистический взгляд на вещи, которые прежде принимались пессимистически, вот то положительное, что прежде всего внесено футуризмом в литературу». Он, видите, тут говорит исключительно о литературе, но я пытался вам до этого показать, что футуризм как явление, конечно, был значительно шире литературы. Он задел, видите, и живопись, и драматургию, он задел и кино, которое, в общем-то, только зарождается в этот период, но есть и фильмы, которые буквально сделаны, выполнены в этом духе. Ну, там больше будут говорить не слово «футуризм», а будут говорить «экспрессионизм». Кстати, и во Франции слово «футуризм» не очень проявилось. Там использовали другие термины – «дадаизм» или тот же самый «экспрессионизм». И импрессионизм, он тоже существует в это время, ведь это тоже что-то революционно новое. То есть, видите, как тут всё переплетено. Но повлияло всё это, вот как нам скажут Кожевников. И на самом деле, что получилось, что в развитии футуризма его дальний родственник, итальянский, это опять же цитата из газеты, сыграл роль катализатора. Италия для России дала творческий импульс, который очень своеобразно воплотился в иной культуре. Да, действительно, русский футуризм, ну, не похож на итальянский. И мотивы другие, и формы, какие он принимает, принципиально отличаются от итальянского. Только не надо думать, что в Италии Маринетти вот был только лидером этого движения, и больше ничего не было. Были вокруг него и художники, и поэты, и были большие поэты, которые остались потом в литературе. Я о них потом скажу. И были драматурги, и были художники, все это было. То есть, надо отдать должное Маринетти. И я убежден, что если бы вот он не дал этого толчка, и это движение потом не получило бы такого бурного развития, то, я уже говорил, повторюсь, сам по себе Маринетти, как личность, скорее всего, был бы забыт. Поскольку, ну, поэт он, ну, никакой. И ничего он вот сам своими руками, как говорится, не сделал. Но он раскачал лодку, дал толчок этому движению. И надо отдать ему за это должное, что я вот и пытаюсь сделать уже третий ролик. И, как видите, не закончил тему, потому что мне есть еще много о чем здесь сказать. Я только хочу предупредить тех. Я понимаю, что не у всех хватит терпения выслушать мои рассказы о Маринетти. Действительно, кто он такой. Куда интереснее слушать то, что происходит сегодня. Того же Слава, того же Мирона. Рэп там, или какую-то другую музыку, рок. Ну, все, что хотите. А все это выросло вот оттуда. И когда я доберусь до них, то, как я уже сказал, я буду ссылаться на все то, о чем говорю сейчас. И если кто-то натолкнется на темы ролики, которые, видите, я пока еще даже не снял, которые пока существуют у меня лишь в голове, то я не удивлюсь, что снова будут вот такие же реакции, какие мне приходилось выслушивать и до этого. О том, что я ничего не понимаю, о том, что это молодежная культура, от которой я далек и прочее. Нет такого понятия молодежная культура. Есть понятие культура вообще. А новизну в нее, как правило, во все эпохи так было, приносила именно молодежь. Именно потому, что вот нарождалось новое поколение, которое не хотело слепо перенимать, что было создано до него. Оно хотело создать свое, что-то новое. Но, скидывая с парохода, помните, как это говорили футуристы, там, Пушкина, Толстого и прочих, даже самых крученых, в конце концов, после того, как, ой, сколько всякого написал про Пушкина, тем не менее договорился до того, что Пушкина с парохода современности скидывает новый Пушкин, вот сегодняшний, обновленный. Я уж не знаю, себя идентифицировал с этим Пушкиным, там, Хлебникова или кого-то еще, но, тем не менее, даже вот задним числом все-таки он отдает должное Пушкину и понимает, что преемственность существует и никуда от нее не уйти. А все попытки вот обрубить все это, отбросить и действительно сошвырнуть с корабля и забыть, и творить из ничего невозможно. Так никогда не было и так никогда не будет. Но все, кончаю на этом этот ролик. Следующий ролик будет опять идти о Маринетте, но не столько о нем, сколько об отзывах о нем, вот оценках того, что он сделал, оценках не только его, как личности и того движения, которое он вот подтолкнул, а уже футуризма как такового. Там я поговорю и о Брюсове, о Николае Бердяеве и еще о разных людях, которые вот видели и как-то откликнулись на все это. Но заговорился, закругляюсь. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok